От пациента. Добрый день, я профессиональный спортсмен, мне 24 года, проблемы начались год назад, там я сделал МРТ и было отслоение хряща на уровне межмущелковой вырезки бедренной кости, сделал операцию год назад, микрофрактуринг место дефекта. Далее восстановление, через полгода после операции сделал МРТ, все хорошо, дефект замещен, боли у меня не было, но было дегенеративное изменение медиального менископа Стоплер-3, хотя на МРТ до операции не было, а прошло всего полгода. Ну вот спустя год начались боли, острая боль появилась при приседании на одной ноге, когда большая нагрузка идет на ногу, боль с внутренней стороны, но я бы не сказал, что прямо на уровне мениска, а чуть выше. Сделал МРТ, сходил к доктору, доктор сказал, что боль не от мениска, давил мне всяко-разно пальцами на него, а от хряща, который воспалился, сказал дать покой. Но на последнем МРТ есть также дегенеративные изменения 3а степени, снимки этого МРТ коленного сустава я вам прислал, плюс написали, что визуализируется косый горизонтальный разрыв медиального мениска заднего рога. Сейчас на повестке стоит вопрос о резекции мениска. Хочу вернуться в спорт, но проблемы с коленом мне не дают этого сделать. Я очень надеюсь, что вы качественно оцените мое колено и скажите, что в нем не так и можете дать свое мнение по поводу операции. Спасибо вам большое заранее. Консультативное заключение по МРТ коленного сустава пациента 24 лет от 6 октября 2020 года. При МРТ правого коленного сустава деструктивные изменения в дистальном отделе бедренной кости и в проксимальных отделах малой и большеберцевой костей не определяются. Кленовидный под надкосничный участок отека в медиальном мышелке бедренной кости, вероятно, проявление остеомоляции или тробикулярных изменений. Сухожилие четырехглавой мышцы бедра немного отечно. Собственная связка надколенника прослеживается отчетливо, интенсивность сигнала от нее не изменена. Суставные поверхности конгроентны. Суставная щель неравномерно сужена, больше в медиальном отделе. Суставной хрящ не истончен. Определяются начальные признаки субхондрального склероза по суставной поверхности большеберцевой кости, края межмыщелкового возвышения заострены, дефект вырезки замещен. Конфигурация менисков представляется неизмененной. Дегенеративные изменения преимущественно переднего рога заднего рога медиального мениска 2СТ, выявляется жидкость в умеренном количестве в полости сустава, за надколенником, в верхней сумке надколеника и вдоль латерального мышелка. Жировая клетчатка ГОФА развита обычно, задняя крестообразная связка не деформирована, контуры задней крестообразной связки четкие, интенсивность сигнала от нее не изменена. Передняя крестообразная связка прослеживается на всем протяжении, не изменена, ход не нарушен. Латеральная малоберцовая связка прослеживается на всем протяжении, не изменена. Большеберцовая связка неотечна, без разрывов. Мягкие ткани вокруг сустава не изменены. Заключение, артроз первой степени, умеренный синовит, частичный дегенеративный разрыв медиального мениска, пластика дефекта межмущелковой вырезки. Заведующий кафедрой, доктор медицинских наук, профессор Халин Александр Васильевич. Комментарий врача-рентгенолога. Повреждения заднего рога не очень убедительные, если и есть, то первой степени, не больше. Скорее поврежден передний рог. Меня больше смущает участок отека костного мозга над задним рогом, субхондральный остеонекроз или болезни Эльбика, пока не очень выраженная, но требует внимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok